Казалось бы, простой стаканчик для кофе, но он уже стал чем-то большим, символом. Ты идешь с ним по улице, и ты весь такой успешный, у тебя куча дел, ты занят, ты бежишь, тебе нужна энергия и бодрость, поэтому этот кофе в этом стакане с тобой. А что если я скажу тебе, что жизнь идет дальше, и на смену этому образу приходит другой? Такой стаканчик становится символом невежества и пофигизма. И здравый смысл, наконец, начинает побеждать моду. Сейчас одни только американцы, которые все всегда считают, выбрасывают около 50 миллиардов стаканчиков, которые едут на полигон, остаются там навсегда и разрушают среду. Все эти стаканчики, хоть и кажутся безобидными и экологичными, на самом деле чаще всего не поддаются переработке, потому что состоят не только из бумаги, но и из пластика. Я уже давно не беру одноразовые стаканы, у меня с собой всегда, реально всегда, свой многоразовый. Но недавно я выяснил, что и одноразовые стаканы, оказывается, можно переработать. С этим надо разобраться. Это сортировочная, погнали! Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод. Здесь перерабатывают макулатуру. Как занялись переработкой стаканов? Так как мы перерабатываем макулатуру, мы смотрим на все, что бумажное. Называть бумажные стаканчики бумажными, это немножко в кавычках нужно делать, но так как там есть большое количество волокна, которое мы можем использовать, мы через некоторое время сомнений, несколько лет сомнений решили, что надо признаться, что лучше перерабатывать хотя бы тот объем, который до нас доберется, чем не перерабатывать вообще ничего. Почему были сомнения? К нам за этот год доехало 4,5 тонны стаканчиков. Это, с одной стороны, 500 с небольшим тысяч стаканов, а с другой стороны, ну это очень мало. И те производители, те потребители, та культура потребления, которая говорит, давайте еще миллиард стаканов используем, она может сказать, ну все, теперь же стаканы перерабатываются, вообще о чем речь? Еще вы отказываетесь от стаканов. Пользуйтесь на здоровье. Переработка не панацея. Ресурсы на производство стаканчиков уже все равно потрачены, их не вернуть. А это 80 миллиардов литров воды в год. Для сравнения, столько бутылированной питьевой воды выпивают все китайцы вместе взятые за год. Еще изготовление бумажных стаканчиков, это причина 5 миллионов тонн выбросов СО2 в воздух за год. Это как если бы все жители Петербурга решили одновременно слетать в Лос-Анджелес. Еще были вырублены 32 миллиона деревьев и использовано неисчислимое количество низкооплачиваемого человеческого труда. В чем сложность переработки именно стаканчиков? Почему это не как обычную бумагу можно переработать? Бумажный стаканчик, бумажный на 95% своего веса, а еще 5% его веса, это тонкий слой пленки, по сути. Его переработка не такая же, как у 12 сортов макулатуры, которые давно с советских времен расписаны. Одноразовые стаканчики — это какой-то уникальный, особенный вид отхода? Бумажный одноразовый стаканчик не очень сильно технологически отличается для нас от коробки, заклеенной скотчем вдоль и поперек. То есть процесс так же, просто это все размачивается, бумага отделяется, а скотч и в стаканчиках этот вот пластик... Ламинация, да, тонкий слой. Оно куда отправляется? На данный момент оно отправляется на полигон, потому что мы не можем сдать вот этот скотч на переработку. Но мне звонили ребята, которые такие, а вот мы слышали, что вы начали перерабатывать стаканчики. Стаканчики, ламинированные полиэтиленом. Это легкий материал для переплавления дальше. Мы будем делать статуарно-бордюрную плитку, дайте нам этот ваш полиэтилен. Ну, в этот момент я укусился за кулак, потому что, к сожалению, у меня пока еще нет возможности сделать это так. Но она точно возникнет. Пока перерабатывается только бумажная часть стаканчиков. И вместе с другой макулатурой она становится, как бы это ни было иронично, подставками для, опять же, одноразовых стаканчиков. Но не только. Материал успешно заменяет пластик в производстве лотков для овощей, подставок для техники и даже суден для лежачих больных. Если стаканчики можно перерабатывать, то в чем вообще тогда их проблема? Перерабатываем и все. Проблема в инфраструктуре. Теперь сам стаканчик не придет переработаться. Стаканчик должен кто-то отделить от всего остального, собрать, скиповать и перевезти в Солнечногорск. Пока мы единственное предрете, которое, ну, одно из двух, окей, которое заговорило вслух о том, что оно такое может делать. Поэтому в каждой ситуации, когда мы можем использовать свой любимый термос, лучше использовать его, потому что это вкусно, экологично и здорово. И термос сам придет обратно в рюкзак, обратно помоется. Ему не нужна большая часть инфраструктуры, которая должна вокруг одноразового стаканчика вырасти, чтобы он переработался. Готовы ли люди пользоваться многоразовыми стаканчиками всегда? Каждый раз, когда ребенок мой говорит «Папочка, я хочу пить!» И я такой «Пау!» достаю многоразовую бутылку из рюкзака, я чувствую себя молодцом. Каждый раз, когда я иду и покупаю бутылку, я думаю «Ну, возможно, я сделал что-то не так сейчас». Поэтому, да, люди точно готовы. Нужно просто, чтобы они задумывались о том, что такое цепочка потребления вообще и где потом то, что они только что купили, окажется. У товаров есть жизненный цикл, и у обычной чашки он может быть несколько лет, а у этого стаканчика 15 минут. Если многоразовую кружку использовать хотя бы год, то ее жизненный цикл в 35 тысяч раз длиннее, чем у бумажного стаканчика. Многие люди уже не хотят пользоваться одноразовыми стаканами, ну и свою кружку с собой таскать тоже неохота. Для них придумали сервисы капшеринга. Теперь арендовать стакан для кофе можно точно так же, как велосипед, самокат или машину. Гениально и просто. С одним из создателей такого сервиса в Москве я познакомился. Обратка — это наш сервис возвратной многоразовой посуды, которая призвана заменить одноразовую посуду и упаковку в общепите, но в целом где угодно, в доставке, в ритейле и так далее. Важно то, что вся система уже доделывалась и проектировалась, когда развернулся ковид, поэтому она такая ковид-пруф. Новым законам арендные стаканы соответствуют лучше, чем многоразовый, принесенный потребителем, потому что он безопасен для сотрудника кафе. Бористо берет чистый стакан и не принимает его из рук посетителей. Плюс сейчас в системе только те кафе, у которых есть возможность реально стерилизовать посуду по всем требованиям Санпина. Начать. Внести залог. Пятихаточка. У меня есть QR-код. А залог я обратно могу вывезти? Да, конечно. Ты просто в какой-то момент вернешь то, что от него осталось, либо же ты забудешь вернуть кружку. И так далее, просто она останется твоей. Так, и крючечка. Ну что, кружка работает, что я могу сказать. За использование сервиса «Обратка» кофейня делает скидку на кофе. В итоге, с учетом скидки и стоимости аренды стакана, капучино, например, выходит на 7 рублей дороже, чем обычно. Это допустимые траты. Кофейни, которые задумались о проблеме, начинают финансово стимулировать отказ от стаканчиков с собой. За использование своего, давать скидки и, чтобы одноразовый не воспринимался бесплатным, его стоимость отделяют от стоимости кофе и вносят в счет отдельной строкой. Если избежать одноразового стакана не удалось, то можно попробовать сдать его на переработку, но мест пока мало. В Москве это экоцентры сборка и сфера экологии. «Обратка» сейчас работает в тестовом режиме. К сети подключены всего шесть кафе. Из них четыре в этом квартале в районе Маяковки. На этой улице, короче, можно увидеть то, как мир должен быть устроен. Вот там кафе, в котором ты взял... Это улица будущего, да? И квартал тоже, да. Ты взял кофе, ты с ним прошелся, погулял и дальше по дороге, не знаю, куда-то дальше, ты зашел в другое кафе и сдал там обратку. Так, хочу вам сдать. Вернуть обратку. Покажите этот кот и свою лучшую улыбку Борисе. Я улыбаюсь, на самом деле, сейчас. Я все улыбаюсь. Вы прямо сейчас единственные в стране, кто у нас с ним занимается? Нет, мы не единственные. Есть еще проект Капс, который тоже стартовал где-то в то же время, в тот же ковид, что и мы. Есть еще проекты, которые занимаются схожими вещами. Потихонечку прорастает. Потихонечку прорастает, немножко в разных сферах. Где-то в доставке, где-то в общепите, где-то еда на вынос. В Америке, Канаде, Англии и Франции появилась платформа Loop. Ее цель – заменить любую, всю одноразовую тару, будь то флакон для шампуня или стаканчик для мороженого, на арендную многоразовую. Окончательный переворот в сторону шеринг-экономики уже не за горами. Давайте так, он случится 100%. Ну, в смысле, это неминуемо, как бы, это неизбежно. Дмитрий, вопрос, как к переработчику одноразовых стаканчиков. Стоит ли ими пользоваться? Я считаю, Борис, что не стоит. Выпьем за это. Выпьем. Переработчикам эти стаканы не нужны. У них хватает сырья, которое еще и проще переработать. Можно бесконечно перекидывать ответственность и выяснять, кто должен отвечать за эти бесконечные горы стаканчикового мусора. Производители, потребители, продавцы или государство. Но с нашей стороны, как потребители, мы можем просто не брать эти долбаные стаканы. Один стакан не изменит ситуацию, но повлияет на культуру, на изменение того самого образа современного человека. Символ успешности, энергии, осмысленности теперь многоразовый стакан. А одноразовый стакан скоро станет признаком невежества и дремучести. Так что не опаздывай. Что думаешь? Пиши об этом в комментариях. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, делись им. Это очень важно для нас. Это была Сортировочная. Всем пока.